Рассмотрим следующее свойство линии. Создадим внутри линии несколько сплайнов. Один из них замкнем. Правой кнопочкой отключим команду создания. Бывают случаи, когда необходимо в определенном месте сделать разъединение контура. Для того, чтобы это сделать, можно воспользоваться командой break. В этой точке создается разъединение и две точки, которые принадлежат различным частям данного контура. Для удаления точки можно использовать команду delete. Один из вариантов. Или соответствующую кнопку на клавиатуре, она также срабатывает. В режиме редактирования сегментов мы с вами точно также можем удалять один сегмент или несколько сегментов. Я напомню, несколько элементов выделяется с зажатой клавишей control на клавиатуре. Мы опять-таки можем использовать ту же команду delete во вкладке геометрии. Либо мы можем использовать delete на клавиатуре. Иногда необходимо разделить линию на несколько сегментов, для чего мы можем использовать команду device, которая равномерно делит на заданное количество сегментов линию. Если необходимо поделить на 10 сегментов, мы указываем количество сегментов и нажимаем команду divide. Равномерно делится выделенный фрагмент, выделенный сегмент на соответствующее количество линий. Установим обратно на начальное значение данный параметр. И в режиме сплайнов мы с вами тоже можем совершать операцию удаления сплайнов этой же команды. С помощью кнопочки delete либо delete на клавиатуре. Значит если у нас присутствует разомкнутый сплайн, можно попытаться воспользоваться командой close для закрытия сплайна. То есть у нас получится замкнутый контур, если мы используем данную команду. На вкладке геометрия команда close. Также здесь присутствуют кнопочки скрытия height геометрии сплайна и кнопочка unheight. Эта кнопочка все скрытые сплайны отображает заново. Чуть ниже располагается довольно интересная команда, которая называется explode разрушить. Что она позволяет сделать? У нас есть цельный сплайн замкнутый например. Если здесь разрушение выбрано в режиме сплайнов, после нажатия на эту кнопочку, каждый сегмент будет являться отдельным сплайном. Независимым от всех остальных. В режиме объектов, при нажатии на данную кнопочку, создается новая форма, которая будет содержать разрушенный сплайн, разбитый по линиям. Собственно говоря, это можно проверить. Выходим из режима редактирования сплайнов. И наблюдаем, что вот у нас отдельный сплайн такой, вот отдельный сплайн такой, вот отдельный сплайн такой. В режиме обозревателя сцены мы с вами можем увидеть, что здесь появилось достаточно большое количество вот этих вот сегментов. Вернемся в режим сплайнов. И допустим, активируем команду attach multi и присоединим все эти элементы обратно в единый сплайн. Но они у нас теперь являются различными. Что же необходимо сделать, чтобы вот эта вот часть была единым сегментом, единым сплайном. То есть выделить все эти элементы. Ну и перейти в режим точек, вернее выделить все эти точки в режиме точек. И нажать кнопочку сварки. Объединение элементов. После того, как точки были объединены, мы получаем опять единый контур сплайна. Таким образом мы можем соединять объекты воедино. Команда fuse, команда weld. И мы с вами опять получили единый сплайновый контур. Для упрощения работы по моделированию можно установить автоматическую сварку вот в таком вот режиме. Значит она у нас работает практически везде. Видите, в таком случае, если мы наводимся на близкое вот к предыдущей точке расстояние, она будет автоматически объединена. Если стоит галочка автоматический welding, автосварка. Вот подвели. И получили опять-таки единый замкнутый контур. По умолчанию галочка автоматического объединения точек отключена. Нами было не затронут свиток soft selection, так называемое мягкое выделение. Что позволяет делать мягкое выделение? Когда мы с вами перемещаем в определенном режиме редактирования выделенный объект, то в основном это действие распространяется сугубо на него. Ну давайте вот допустим выделим вот эти вот два сегмента и командой divide разобьем их на пять элементов. Ну примерно. И вернемся в режим точек. Если мы управляем одной точкой, то естественно будет изменяться только ее местоположение. Но если у нас сложный контур и мы хотим немножко сместить ряд этих объектов, то они будут смещаться довольно нереалистично. Мягкое выделение, если его активировать, позволяет добавить перемещение в определенном радиусе и других объектов напрямую не выделенных. Вот. Ну параметр насколько далеко будет распространяться это действие регулируется. Ну основной параметр falloff. Вот видите. Во время перемещения определенные точки, которые попадают в этот диапазон, начинают тоже перемещаться. Насколько далеко Значит тут цветом показано. Красным цветом будет демонстрировано то, что будет максимально изменяться. Ну и дальше различными цветами степень этого дела продемонстрирована. Значит вот эти вот параметры позволяют менять кривизну вот этого вот графика. Насколько далеко будут захватываться объекты. При перемещении. Edge distance. Количество участвующих частей. Можно тоже явно указывать сколько элементов будет участвовать. Если здесь при активировании этой галочки выставить единицы, то только от первого элемента будут точки, которые рядом с ним участвовать. Ну а дальше по нарастающей лавинообразной по количеству вот этих вот шагов. То есть довольно интересный регулятор. Это был свиток soft selection. Так называемого мягкого выделения. Ну Осталось рассмотреть свиток, который общий для всех плоских объектов. Независимо от того параметрические эти объекты или нет. Вот допустим у нас есть ряд элементов во вкладках редактирования. Для всех сплайнах первым идет элемент свиток, который называется рендеринг. По умолчанию плоские объекты, формы, сплайны, они не выводятся на визуализацию. Никоим образом. То есть являются вспомогательным элементом. Но свиток рендеринг позволяет визуализировать. Благодаря следующим параметрам. Активация в окне рендера и активация в видовом экране. Значит каким же образом осуществляется визуализация. Нашим плоским объектом задается профиль. Форма профиля определяется вот этой вкладкой. Формы профиля всего две. Это радиальная форма профиля. А и прямоугольная форма профиля. В радиальной форме профиля толщина меняется. То есть собственно говоря это радиус. И количество сторон на которые, количество секций на которые разбит этот вот профиль. В прямоугольной мы с вами выбираем сечение. Длину и ширину данного сечения. Вот такой вот объект у нас может быть получен. Угол позволяет задать искривление. Ну и параметр, который позволяет регулировать интенсивность. Радиальный. Ну на радиальном изменение угла не так заметно. Ну давайте рассмотрим практически пример. Где же нам может это все дело пригодиться. Возьмем, создадим две коробочки. Зададим им допустим вот такие вот размерчики. Скопировав эти две коробочки. Допустим, установим таким вот образом с привязочками. Эти два элемента вот в привязках активируем привязку к точкам и создадим следующий контур. По граням. Вот это вот объект. И замкнем данный контур. Значит от коробочек в принципе можно избавиться. Мы получили вот такой вот интересный каркас. А если мы поставим в визуализатор. Так, сейчас мы тут немножко эти параметры поправим. Вот. Вот. И зададим определенную толщину. И зададим форму профиля радиальную и определенную толщину. Мы получим вот такой вот каркас для какого-то стульчика. Значит в режиме точек мы с вами можем выделить все точки команды контур A и использовать, например, команду скругления для задания более плавного вот такого вот контур. На видовом экране фронт мы с вами можем создать еще одну линию. в форме материала, допустим, который как-то вот здесь будет расположен. Мы отключим вот эти вот элементы рендеринга. Я забыл отключить привязку. Поэтому у меня пошло небольшое искривление. Но это не страшно. Мы можем всегда благодаря той же привязке, если ее грамотно использовать, установить в нужном месте. Эти вот элементы точек, которые там есть. Вот. Ну и останется использовать, например, модификатор, который позволяет выдавливать поверхности определенной толщины. Ну а сверху можно применить модификатор, который эту толщину собственно говоря и задаст. Ну понятно, что это довольно простой примитивный пример. Но тем не менее он показывает, как за несколько секунд, исключительно сплайнами можно создать определенный каркас, ну или определенный объект. Благодарю за внимание. Развивайтесь вместе с нами. Спасибо.